Всем большой привет! С вами снова Александр. Сегодня я хочу вам рассказать о новиночке у компании. Ну, относительно новиночке. Она не вот прям неделю назад вышла. Но это новая модель у компании Maxi-Cosi. Автомобильная люлька Peeble с приставочкой Plus. Я признаюсь честно, сам я ребенка откатал в Maxi-Cosi Peeble без приставки Plus. Мне очень понравилась эта люлька. И в свое время, когда я выбирал люльку автомобильную, лучше я для себя ничего не нашел. Поэтому я с удовольствием хочу вам о ней сегодня рассказать о той вещи, которая мне действительно нравится. Потому что здесь доусовершенствовали Peeble достаточно сильно. Сегодня мы с вами посмотрим на нее, как ее крепить, как она вообще сделана, качество ее изготовления. Ну, и в заключении немножечко вам расскажу свое мнение об этой люльке. Автолюльке. Вообще, в первую очередь, мы покупаем, чтобы обезопасить ребенка в автомобиле. В случае, не дай бог, если какой-то ДТП. По безопасности. Эта люлька получила очень хорошие результаты в краш-тестах. Она стала чуть побезопаснее, чем версия без приставки Plus Maxi-Cosi Peeble. Она теперь соответствует новому стандарту i-Size. Стандарт i-Size – это повышенные требования безопасности. Она, соответственно, тоже соответствует этим требованиям по нормам. Все проходит, все отлично. Здесь вообще к безопасности вопросов нет. Здесь даже каркас двухслойный. Не во всех премиальных люльках каркас двухслойный. Поэтому, в плане безопасности, смело. Вообще, не задумывайтесь. Суперская люлька. Вот. Что касается комфорта, сразу вам скажу. Лучше я... Ну, сложно что-то подобрать. Конечно, есть хорошие люльки у других брендов. Но по положению ребенка, это, наверное, одна из лучших. Потому что форма здесь, сделана, действительно прекрасна. И не без помощи вот этого вот вкладыша, который здесь лежит. Мы мерили уже с этим вкладышем детей. Ребенок действительно в правильном положении. Спинка ровная, ножки чуть-чуть наверх. Но это нормально. Это правильное положение ребенка в автолюльке. Поэтому по посадке вообще вопросов нет. Вот. Здесь выемка под голову. Когда ребенок уже вырастает, мы просто достаем отсюда вкладыш. Вот, вы видите, у нас здесь куча места. Давайте я его достану. Вот он, сам вкладыш. Очень классная вещь. Вот. Вот когда ребенок подрос, там 4-5 месяцев. Может быть, туда-то туда. Мы вынимаем, соответственно, и у нас здесь действительно много места. И едем дальше. Это первая нулевая категория. Ориентировочно где-то до годика. Приблизительно. Может, месяцев 9-10. В зависимости от того, насколько крупный у вас ребенок, вы сможете в ней ездить. Так. Что касается комфорта, мы с вами разобрались. Ребенка у нас удерживают здесь трехточечные ремни. Все, собственно, натягиваем. И вперед поехали. Здесь, кстати, интересная система регулировки ремня реализована. Вот сейчас, когда мы пристегнули, здесь все намертво зафиксирован ремень. Потому что вот это крепление поднято. Если я его опущу, вот оно упало вниз, ремни высвобождаются и вытягиваются. Обычно в креслах тут кнопочка предусмотрена. Мы ее нажимаем и параллельно тянем за ремни. Здесь одной рукой можно просто все это делать. Все для людей. Здесь сделано все для людей. Все классно. Так. Еще один момент маленький скажу. Потому что вопросы были у людей. Сразу хочу ответить на них. Когда вы ее достаете из коробочки, здесь спрятан вот этот козырек сюда под резинку. И где, казалось бы, козырек. А вот тут две петельки торчат. Мы их достаем. И, соответственно, у нас появляется козырек. Чтобы вы, если приобретете ее с доставкой, вам не успеют показать, как это. Чтобы вы могли это сделать. Вот так вот он вынимается. Козырек вообще вещь полезная. При низком солнце, чтобы ребенка не слепило. Самое оно. Так, давайте по креплению сразу сейчас покажу. У вас есть два варианта. Приобрести просто люльку крепить ремнем. Или приобрести вместе с базой Isofix MaxiCose фирменной. И устанавливать на базу Isofix. Преимущества с базой немного безопаснее. И в дальнейшем, если купите базу 2-way, на эту базу можно ставить первую категорию кресел MaxiCose. Это до трех лет. После люльки выставляете базу и скрепите следующее кресло. Это действительно удобно, экономически, достаточно выгодно получается. Вот. Получить топовое решение. Как бы два в одном, что ли. Вот. Но сегодня я вам рассказываю про люльку без базы. Поэтому сегодня покажу, как крепить без базы. Потому что базу крепить много мозгов не надо. Прикрепили, поставили. Она защелкнется сама. И в путь. Вот. Смотрите, что нужно, чтобы прикрепить. Просто ставим люльку. Вынимаем полностью ремень. С нижней части ремня мы берем... Смотрите, отсюда вам видно. Вот. Под эти вот направляющие проводим ремень. Тот, что снизу идет. Защелкиваем. Поднатягиваем. Берем дальше ремень. И смотрите, верхний ремень у нас проходит вот здесь. Вот здесь. И здесь в люльке есть специальный направляющий для ремня. Проводим его здесь. Все. После чего нам нужно всю эту конструкцию натянуть. Единственное, я бы порекомендовал вам докупить аксессуар. Он копеечный. Поэтому, если хватит денег на максикозе, хватит и на аксессуар. Это валик, который просовывается вот сюда под люльку. И тем самым не дает ей сползать вниз. И держит все время ремень в натяжении. Вот, смотрите. Ремень подтянули. Люльку чуть-чуть поддавили. Все. Вот так она установлена. И вот этот вот аксессуар, как раз таки валик, он не дает ей опуститься. Ремень реально все время в натяжении. Если нет ремешка, точнее говоря, валика, то люлечка чуть-чуть будет опускаться при движении. Ну, не сразу, но это один раз перед каждой поездкой придется натягивать. Вот. В принципе, по креплению мы с вами разобрались. Снимается. Это все тоже очень просто. Вот таким образом. Все. Едем дальше. Вот. По большому счету, в целом, о люльке, тут много не расскажешь. Она как была хорошая, пибл, так ее сделали еще просто лучше. Мне лично очень действительно нравится максикозий пибл. Когда мы выбирали, мы смотрели на кучу люльник. Правда, много воды утекло. Раньше выбор был чуть поменьше. Но на тот момент пибл был прям номер один. Сейчас же появились хорошие, достойные конкуренты, но это хуже не стало. Оно стало даже лучше. Поэтому, как вариант для рассмотрения, я бы и очень рекомендовал. Качество изготовления, это действительно чувствуется премиальный продукт. Если мы будем вот щупать сети ткани, смотреть на стыки, все сделано офигенно круто. Потому что тут придраться вообще не к чему. Да, она не дешевая, но она и не самая дорогая. Люлечка такой середнячок дорогой, правда, немножечко. Ну, короче говоря, в сегменте топовых решений. Плюс-минус, как все. Поэтому, я говорю, середнячок получается. Вот. По безопасности великолепно. По положению ребенка прекрасно. Единственный минус – дорогая база Isofix. Действительно дорогая. Но, вы получите возможность установить на нее группу 1. И увеличите безопасность и комфорт. Ваш же комфорт при эксплуатации, установке, съемке. И вы, когда покупаете базу Isofix, вы лишаете себя возможности установить люльку неправильно. Ремень чуть не подтянули, еще что-то. Там все понятно. Лампочки нужные загорелись. Все, она стоит. Значит, все правильно. Подергали, едете. Все нормально. Ремнем же иногда можно ошибиться. Спешите, еще что-то. Поэтому, базу Isofix бы, конечно, докупить. Единственное, она стоит денег. Но, безопасность детей стоит денег. Поэтому, если есть возможность, приобретайте. Вот. В принципе, по люльке все. Добавить мне больше нечего. Действительно, от души. Просто вам рекомендую по-человечески. Она мне просто действительно нравится. Это люлька. Из минусов, опять же, цена базы. Больше ничего. Поэтому, выбирать, как всегда вам. Если это видео вам было полезно, что-то вы для себя подчеркнули в этом обзоре. Ставьте, пожалуйста, лайки. Подписывайтесь на канал. И, в заключение, миру автокресел большое спасибо за то, что предоставили Макси Козе Пипл Плюс на обзор. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора авторюльки для вашего ребенка. До свидания. До свидания.